Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Ионесин. 26 января 2018 года, пятница, конец рабочей недели. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиота, ценовых данных на рынке валют. И вот по уже сложившейся традиции, давайте вам покажу мои результаты за предыдущую торговую сессию. Я, если вы помните, выставил отложки на продажу, в принципе, делая ставки на то, что доллар будет временно завоевывать свои позиции, то есть он временно будет укрепляться. Этого не случилось и, скорее всего, что не случится уже на этой неделе. Рубыток за предыдущую торговую сессию на уровне 677 пунктов. То есть, сделки, то есть франк и австралиец. Интересно, что по франку, франк даже сильнее, чем другие пары, укрепился по отношению к доллару, может быть, это как-то имеет отношение к тому, что экономический форум проходит в швейцарском Довосе. Ну, может быть, я не знаю, это такое более шутливое предположение. Далее, что у нас по основной валютной паре. Евро отдохнул и снова идет в атаку. Похоже, что за ночь рынок неплохо отдохнул от колебаний вчерашней сессии и готов к новым заходам выше. Поэтому я и говорю, что, возможно, у нас на этой неделе не будет укрепления доллара, скорее всего. И так состоялось заседание Европейского Центрального Банка, которое завершилось в соответствии с ожиданиями. Процентная ставка сохранена на уровне 0% годовых, как и прогнозировалось. Ставка по депозитам осталась на уровне 0,4% годовых. Однако самое интересное ждал рынок на пресс-конференции главы ЦБ Марио Драги. В комментариях к заседанию Драги подчеркнул, что ЦБ не намерен заниматься валютным таргетированием. Хотя и считает устойчивый валютный курс важным. Относительно стимулирования Драги отметил, что ЕЦБ будет продолжать Quantity Easy до сентября 2018 года объемами по 30 миллиардов евро ежемесячно. Как и говорилось прежде. И будет готов расширять или продлевать финансовую поддержку экономики, если того потребуют условия. Однако весь тон выступления был довольно позитивным и уверенным. То есть не было такого, что вот для нас дорогой евро это плохо. Выходит, что ЕЦБ не так уж сильно беспокоит наблюдаемые ралли в евро. Раз регулятор не воспользовался идеальным шансом прекратить бычий разгул. В основной валютной паре. Вполне возможно, что теперь, когда монетарные политики сказали свое слово, прерванный на ночь восходящий тренд в евро продолжится сегодня до конца торговой сессии. И я вот посмотрел по волнам. Вот смотрите, если мы подумаем, что это пятая волна, вот где-то здесь закончилась четвертая, вот пятая. У нас есть один, два, было три, сформировано было четыре за эту ночь. Должна последовать пятая волна. Несмотря на то, что цена уже вчера обновила уровень 1.25, может, вчера были качели просто. Поэтому лучше всего, лучшее решение было держаться вне рынка на этих словесных интервенциях Марио Драги. Так вот, сегодня, я думаю, что будет пятая мелкая волна. Я думаю, что опять будет пробой в уровне 1.25 и движение примерно к уровню 1.26. Так предполагаю. И коррекция, которую мы ожидаем, она начнется уже скорее на следующей неделе. По фунту, вот смотрите, тоже интересно. Вот, допустим, это у нас 1.2, 3.4 и вот пятая волна вверх. Я думаю, что мы видим пробой в уровне 1.43. Движение может быть даже не только к уровню 1.44, но и к уровню 1.45. По австралийцу также, я думаю, что будет заново пробой снизу вверх уровня 0.81 и движение к уровню 0.82. Я думаю, что вот это 1.2, 3.4, формируется пятая волна. И вот эта пятая волна, она будет примерно такого же, такой же длины, как и предыдущая третья волна. Вот примерно вы смотрите. Ну, получается у нас примерно 0.81 и 8. По новозеландцу, также думаю, что мы уже пойдем вверх с текущих. Мы закончили коррекцию к четвертой волне. И я думаю, что мы увидим пробой в уровне 0.74, движение к уровню 0.75 и 5. 0.75. По японской иене, я думаю, что ралли вниз продолжится. Вот у нас 1.2, 3.4, будет пятая мелкая волна вниз. Увидим пробой в уровне 0.185 и 0.188. И движение к уровням 0.107, может быть даже и 0.106. Нет, 0.175 и 0.107. 0.106 нет. По франку, вот он резко-резко укрепился по отношению к доллару. Может быть это у нас 1.2, 3.4 и будет движение вниз. Пробой в уровне 0.93 и движение к уровню 0.92. По канадцу, ожидая движение вниз, в рамках, вот смотрите, в рамках, вот этот мелкий 1.2, 3.4, 5. Мелкая волна, я думаю, что цена дойдет до уровня 1.22. По евро к фунту я держусь вне рынка пока, тут пока для меня ситуация непонятная. Не до конца понятная, скажем так. По фунту к японской иене у меня продажа со вчерашнего дня. Я ее оставляю, если что, у меня близкий стоп и отложка на покупку на уровне 156. И если мы пойдем на перехай, то тогда выскочат такие целевые уровни, как 157, 158. Однако, пока мы не пробили уровень 156, рано говорить о перехай. По фунту к франку, я думаю, что возможно у нас четвертая волна. Предполагаемо, четвертая волна закончилась, я ожидаю движение вверх, как-либо топтание на месте, как и по фунту к иене, тоже может быть просто топтание на месте. По евро к иене тоже может быть просто консолидация цены на текущих уровнях. И движение вверх может возобновиться и будет актуально только после пробоя уровня 136,5. По евро к франку, также я думаю, что мы не пойдем сегодня никуда, тоже будем топтаться на месте. Движение вниз возможно только после пробоя уровня 1,16. И по австралийцу к японской иене, я думаю, что вторая волна закончилась однозначно, но начнется ли сегодня восходящее движение, либо это будет на следующей неделе, предстоит посмотреть. На этом у меня все, дамы и господа, желаю вам попутного тренда, жирных профитов и тощих лысей. До скорой встречи в эфире, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok